Всем привет! Вы на канале Пикселенджер. В этом видео я буду рисовать единорога. Это будет мордочка единорога в очках. Очень простой, очень яркий и красивый рисунок. И рисунок будет по высоте занимать 19 клеточек, а по ширине 13 клеточек. И в конце видео я покажу, как можно по моей схеме нарисовать еще несколько вариантов единорогов. Так что досмотрите видео до конца. Чтобы нарисовать единорога, я взяла черный фломастер для очков, для контура я взяла синий фломастер и раскрасить единорога. Берите разные фломастеры, какие вам захочется. Желтый, голубой, зеленый, розовый, фиолетовый. Я беру синий фломастер и начинаю рисовать контур единорога. Начинаю рисовать от верхнего левого угла. Отсчитываю вниз 4 клеточки. Раз, два, три, четыре. Останавливаюсь. И рисую вниз полосочку. Три клеточки. Закрашиваем три клеточки по вертикали. От этой клеточки по диагонали вниз вправо отмечаю клеточку. И закрашиваем вниз две клеточки. От этой клеточки по диагонали вниз влево отмечаю клеточку и рисую вниз полосочку. Три клеточки. Теперь от вот этой клеточки по диагонали вверх вправо одну клеточку закрашиваем. От вот этой клеточки поворачиваем вправо две клеточки по горизонтали вправо закрашиваем. От этой По диагонали вниз справа отмечаем клеточку и закрашиваем вправо 3 клеточки по горизонтали. От этой клеточки вверх 4 клеточки закрашиваем. От этой клеточки перепрыгиваем одну клеточку вправо и закрашиваем 3 клеточки вправо по горизонтали. от этой клеточки вверх 3 клеточки закрашиваем и от вот этой клеточки одну клеточку вправо закрашиваем теперь от этой клеточки одну клеточку по диагонали вниз вправо закрашиваем от этой одной клеточки одну клеточку вверх перепрыгиваем и закрашиваем вправо 3 клеточки по горизонтали От этой клеточки 2 клеточки вниз закрашиваем. От этой клеточки по диагонали вниз влево отмечаем клеточку и закрашиваем вниз 4 клеточки. Теперь берем черный маркер или фломастер и от вот этой синей клеточки идем влево. И закрашиваем 4 клеточки влево по горизонтали. От этой клеточки 1 клеточку влево перепрыгиваем и идем влево, закрашиваем 4 клеточки по горизонтали. От этой клеточки по диагонали вниз влево отмечаем клеточку и закрашиваем вниз 3 клеточки по вертикали. От этой клеточки по диагонали вниз вправо отмечаем клеточку, идем вправо, 3 клеточки закрашиваем по горизонтали. от этой клеточки одну клеточку по диагонали вверх вправо закрашиваем от этой клеточки идем по диагонали вверх вправо и закрашиваем вверх по вертикали 2 клеточки от этой клеточки по диагонали вниз вправо закрашиваем одну клеточку от этой клеточки по диагонали вниз вправо отмечаем клеточку идем вправо 3 клеточки по горизонтали закрашиваем И теперь от этой клеточки по диагонали вверх вправо отмечаем клеточку, идем вверх, 3 клеточки закрашиваем по вертикали. Теперь снова берем синий фломастер и от вот этой черной клеточки идем вниз, 3 клеточки закрашиваем по вертикали. От этой клеточки по диагонали вниз вправо закрашиваем одну клеточку От этой клеточки по диагонали вниз вправо отмечаем клеточку Идем вправо, 5 клеточек закрашиваем по горизонтали От этой клеточки по диагонали вверх вправо одну клеточку закрашиваем От этой клеточки по диагонали вверх вправо отмечаем клеточку идем вверх, три клеточки закрашиваем по вертикали. Теперь нарисуем глаза единорогу. Берем снова черный фломастер и от вот этой черной клеточки по диагонали вверх влево одну клеточку закрашиваем, а от вот этой черной клеточки по диагонали вверх вправо одну клеточку закрашиваем. Теперь берем голубой фломастер и от этой черной клеточки отмечаем одну клеточку вверх, влево и вниз. Получается уголок три клеточки, закрашиваем три клеточки голубым. От этой черной клеточки отмечаем одну клеточку вверх, вправо и вниз. И еще три клеточки закрашиваем голубым фломастером. Теперь нарисуем ноздри единорогу. От вот этой клеточки перепрыгиваем две клеточки вправо, на третье останавливаемся, закрашиваем одну клеточку. От этой одной клеточки перепрыгиваем одну клеточку вправо, закрашиваем одну клеточку. Теперь берем желтый фломастер и закрашиваем рог единорога. И начинаем раскрашивать челку. Закрашиваем вот здесь 3 клеточки желтые на челке. Теперь светло-зеленым фломастером закрашиваю на челке полоску, рисую контур. Для зеленой полоски можно рисовать ее по-своему. У меня будет такой контур. Теперь розовым фломастером нарисую контуры, закрашу полосочку. Отсюда веду линию клеточка вниз, 2 клеточки влево, клеточка вниз, клеточка влево, 2 клеточки вниз и здесь полосочку. И закрашиваю на челке розовую полоску. И сиреневым фломастером закрашиваю вот эти клеточки следующую полоску на челке. Вот такой необычный простой единорог у меня получился. Рисовать его просто. Рисунок яркий, небольшой. Срисовывайте и ставьте лайки под видео. Не забывайте говорить мне спасибо за мои схемы, мне будет очень приятно. А сейчас я покажу еще каких единорогов я нарисовала по похожей схеме. И вот такие еще 3 рисунка, 3 мордочки единорога поместились у меня в тетрадке на одном листике. Схемы эти почти такие же, как я рисовала сейчас в видео, только отличаются высота у челки здесь и форма очков немножко отличается. Вот этот единорог просто в розовых очках. Этот единорог пришел смотреть в кино 3D фильм. У него очки для 3D фильма. А у этого единорожка зеленые очки. Вот так можно изменять мои схемы рисунков, проявлять свою фантазию, раскрашивать по-своему, изменять немножко рисунок. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. И всем пока-пока. До новых встреч на канале PixieLanger.